Таинственное подземелье 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 где ей захочется. День прошел спокойно и вечером погнал пастух стада домой. Так с той поры повелось. Каждый день стада на заповедном выгоне паслось. Стала скотина тучной, рослой, люди только диву давались. И жил пастух припеваючи, лежал на травке под сосной, да на дудочке играл. Вот однажды лежит пастух под сосной, видит, из земли какая-то железка торчит. Что бы это значило, думает. Стал землю раскрапывать и вдруг железную дверцу увидал. Как же эту дверцу открыть, думает пастух. Вспомнил он тут про три ключика и вытащил из тайника. Вставил сперва в скважину золотой ключик. Дверца не отворилась. Вставил серебряный. Опять не отворилась. Только он железный ключик в скважину вставил, дверца так и отскочила. Смотрит подземелье. Спустился пастух в подземелье. А там большой зал. А у кормушки конь в железной сбруи стоит. Рядом на стене железные рыцарские доспехи висят. Прошел пастух в самый конец зала и увидел там серебряную дверцу. Вытащил он золотой ключик. Хотел было дверцу отворить, но не подошел к замку золотой ключик. Достал серебряный. Серебряный сразу дверцу отворил. За дверцей большой зал. А у кормушки днедой конь в серебряной сбруи стоит. Рядом на стене серебряные рыцарские доспехи красуются. В самом конце этого зала отыскал пастух дверцу из чистого золота. Отворил он ее золотым ключиком. Переступил порог и очутился в зале. А у кормушки там белый конь в золотой сбруи стоит. Рыцарские доспехи на стене тоже чистого золота. Оглянулся пастух по сторонам. Все как следует разглядел и решил назад вернуться. Дверцы одну за другой запер и с тех пор частенько в заветное подземелье наведывался. Но ни единой душе про него не рассказывал. А у хозяина графа была красавица дочка. В гости к нему все князья да рыцари наезжали ее руки просить. И не знал он, кому дочку в жены отдать. Велено было тогда по всей стране возвестить. Кто на графской дочери жениться хочет, должен ее на рыцарском турнире завоевать. И день турнира назначили. Услыхал про это пастух и думает, может и мне счастье выпадет. В назначенный день съехались в замок рыцари. Кони и доспехи у всех загляденье. А один рыцарь в железных доспехах на вороном коне прискакал. Вышла графская дочка из замка, на высокий помост встала, в руках букет цветов. Так, чтобы все красоту ее видели. Зато отрубили герольды и возвестили. Пусть рыцари по кругу скачут, и кто до букета первым дотронется, тот невесту домой увезет. Поскакали рыцари, но вороной конь быстрее других бежал. Так, что сумел рыцарь в железных доспехах букет из рук невесты взять. С завистью другие рыцари на счастливца глядели. А он дал коню шпоры и прочь ускакал. Это был графский пастух. Вернулся он на горный выгон. Коня в стойло отвел, железные доспехи снял. Вечером стадо домой погнал, будто ничего и не случилось. Букет пастух тайно графской дочери отдал, однако не сказал, откуда он его взял. Так неделя за неделей шла, а жених-победитель все не объявлялся. Ждал граф, ждал и велел повсеместно возвестить, что снова будет турнир. Снова в назначенный день немало рыцарей красавцев в замке собрались. Счастье и уменье попытай. Среди них один в серебряных доспехах. На гнедом коне красуется. Вышла графская дочь из замка с букетом цветов в руках и снова на высокий помост встала. Начались скачки. Впереди всех рыцарь на гнедом коне мчался. Выхватил он букет из рук девочки и прочь ускакал. Вернулся пастух, а это ясно он был. Нагорный выгон коня в стойло отвел, серебряные доспехи снял и снова стало до вечера паст. Букет пастух опять тайно графской дочери отдал. Однако и тут не обмолвился, где он его взял. Ждал граф, ждал, что победитель объявится. Но и на этот раз жених за невестой не явился. Решил тогда граф третий турнир устроить. На этот раз среди других красавцев рыцарей явился и рыцарь на белом коне в золотых доспехах. Встала прекрасная девушка с букетом в руках на помост и дала знак, что можно турнир начинать. Рыцарь в золотых доспехах впереди всех мчался и цветы из рук ее выхватил. Ускакал он прочь и никто ведать не ведал, откуда он взялся. А пастух, это он был, вернулся на горный выгон. Коня в стойло отвел, золотые доспехи снял, вечером опять стадо домой пригнал. Букет пастух и на этот раз тайно графской дочери отдал и ничего не сказал. Снова граф напрасно ждал, что жених явится. Ну и гневался он. Победителя последними словами честил. Вдруг узнал граф, что дочери его всякий раз цветы назад возвращают. Позвал ее к себе и спрашивает, кто тебе букет назад отдавал. Да пастух, батюшка, всякий раз цветы мне приносил. Да чего же он хорош с собой, очень он мне нравится. Как услыхался граф, слова дочери разобрало его любопытство. Велел он пастуха позвать и спрашивает, признавайся, от кого ты букеты для моей дочери получал? Никто мне цветы не давал, я сам всякий раз их на честном турнире добывал. Почему же ты ко мне не пришел, спрашивает граф. Пастух ему в ответ, ведь не может графская дочь женой простого пастуха стать. Не хотел я, чтоб она силой за меня шла, хотелось мне, чтоб она меня полюбила. Говорит ему граф, не по душе мне дочь за пастуха отдавать, но слово свое сдержу. Ты жених моей дочери, и ей ты по сердцу. У пастуха словно гора с плеч свалилась. Он девушку ведь с первого взгляда полюбил. Стали в замке к свадьбе готовиться, немало гостей созвали. Вот и день свадьбы настал. Пируют гости за столом и спрашивают жениха, где же ты взял такие дорогие доспехи и таких скакунов? Рассказал им пастух про трех драконов, про ключики, которые нашел, про тайное подземелье. После свадебного обеда повел бывший пастух графа и гостей к заветной сосне, железную дверцу отворил, впустил всех в подземелье. Вошли они в первый зал, где все было из железа. Вороной конь графу говорит. Я прадед твой и горный выгону прадеда этого пастуха отнял. За это и наказан. Вошли они во второй зал, где все было из серебра. Заговорил гнедой конь. Я дед твой и с прадедом заодно был. Вошли они в третий зал, где все было из золота. Тут белый конь графу и говорит. Я отец твой хоть правду знал, да молчал. Не хотелось мне горный выгон за конному графу отдавать. Исчезли все три коня, а граф с женихом и гостями в замок воротились. Сколько времени они там еще пировали, про это я не знаю. Одно известно, когда граф умер, хозяином в замке стал пастух. Был он добрым, справедливым, и все в округе его почитали. Субтитры сделал DimaTorzok